добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики хочу упаковать все свои подушки в вакуумный пакет если нам понравится то тогда будем упаковывать все одеяла постельное лишнее белье то есть то что потом нам пригодится на даче вот сейчас я хочу все это упаковать и убрать наверх туда повыше и так как это делается сейчас я отрежу когда-то в 2009 году у меня моя знакомая занималась этими вакуумные пакетами еще практически их редко где было встретить вот она закупала их через интернет и продавала тоже сделала запись интернет магазин такой небольшой продавала вот только вакуумные пакеты мне тогда хорошо развился бизнес сейчас конечно они везде практически есть вот у нас в магазинах я нашла только в одном это только двух видов 40 на 60 но совсем маленький и вот 70 на 150 посмотрим я до этого купила один но он оказался бракованным поэтому сейчас будем пробовать этот нормальный такой большой пакетик значит как им пользоваться для тех кто не знает записываю это видео для тех кто не знает и 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 Щепочка, когда ее проводишь, она закрывает пакет. Сейчас Егорка будет. Давай. Все, закрыл он пакетик. Теперь что мы делаем? Открываем. Открываем крышечку тут. Берем пылесос. Так, пылесос подойдет любой. Вот Егорка уже держит. Значит, включаем. Ну вот, смотрите. Все мы закрыли. Проведем на всякий случай. Чтобы тут точно было все закрыто. Вот такой пакетик у нас получился. Там по инструкции надо где-то 10 сантиметров оставлять тут. Вот. Теперь можно вот так сложить. И у нас получится, видите, компактный очень пакет. А так бы у меня заняло очень много места. А так займет очень мало места. Вот так же я хочу запаковать одеяло. Вот. И все это убрать. Потому что, в принципе, подушки нужны. Все нужно. Не выкинешь же. Мало ли, гости приедут. Или там дача будет. Туда же тоже нужны будут подушки. И в другую квартиру нужны будут подушки. Поэтому мы вот так вот решили это сделать. Сдувать надо не больше 60%. То есть, ну, чтобы совсем не лопнув пакет. То есть, сильно-сильно совсем сдувать тоже не надо. Это все. Поэтому вот такой у нас пакетик получился с Егоркой. Да, Егорушка? Я начала делать перегородки. Что я сделала? Во-первых, я сделала угол. У меня там не было. Поэтому я сделала вот этот плинтус. Там нарастила плинтус. Последний кусочек. И вот тут, значит, сделала вот такую перегородочку. Пока только с одной стороны. Долго думала, как сделать. Ну, я вообще хотела пластиком прозрачным. Вот. Сделать как аквариум. Понимаете? С этой стороны пластик прозрачный. И с той стороны пластик прозрачный. И туда внутрь сделать цветы. Вот. Было бы очень красиво. Но поездив по нашим магазинам, я ничего прозрачного просто не нашла. Ну, все пересмотрела. Ничего нету. Если можно было бы поликарбонат взять прозрачный. Есть такой. Но целый лист покупать ради вот этих двух кусочков. Ну, смысла нету. Вот. Думала по поводу стекол. Хотела стеклами. Но стекла, они сами по себе тяжелые. Их просто прикреплять, крепить очень сложно. То есть, я и так прикидывала, и так. Ну, в общем, короче, стекла мы решили не ставить туда. Потому что вес тяжелый, мало ли на голову упадет. То есть, ничего хорошего. И вот последний вариант. Я все-таки решила. У меня оставались кусочки пластика. Ну, вот этих панелей. Я решила сделать пластиком. В Принсвин смотрится нормально. Не знаю, как вам выглядит это все. Я там еще не подкрашивала. Сейчас там, где я делала плентуса, я еще не подкрашивала. Ну, вот смотрится вот так. Ну, пока вот оставили. Может быть, потом, когда дачу я буду делать, у меня будет поликарбонат прозрачный. Вот я хочу все-таки вот эту идею воплотить. Поставить туда прозрачный поликарбонат. И туда внутрь уже сделать цветы. Ну, то есть, будет как панорамное окно с цветами. Очень красиво будет смотреться. Ну, вот пока идея эта не воплотилась в жизнь. Ну, я думаю, что, в принципе, я же говорю, если появится такая возможность, то я сделаю. На другую сторону я взяла другой пластик, потому что у меня не хватило. Я взяла вот такой со звездочками. Он очень красивый. Решила делать не поперек, а вдоль. Потому что у меня вот тут лентуса. И с этой стороны, и не с той стороны, я не засуну. Поэтому я сделаю по-другому. Я буду делать с этой стороны. Креплю все на степпер. Вот такой есть степпер у меня. И я на степе прямо креплю планочки. И я буду делать с этой стороны. Вот так получается. В принципе, очень даже неплохо. Смотрится очень красиво. Вверху только, вот там вот, вверху. Я сделаю уголок, чтобы, ну, вот этой щели не было. У меня, к сожалению, уголки я увезла в гараж. Вот. Надо будет съездить сегодня и доделать. А так, в принципе, смотрится очень замечательно. Красота синее неба. У нас сегодня погода замечательная. Березки, которые уже потеряли листья. Мы с Игором гуляем на площадке. Ловим лучи солнышка. Мы с Игором гуляем на площадке. Мы сходили сегодня на концерт. Приезжая, приехала к нам большой коллектив. Называется Гжель. Видите, это люди заходят в зал. Заполняют. Это Валюшка моя. Мы вдвоем пришли. Я потом сниму обзор дворца всего, пока, ну, как бы, вот так. Народа очень много, зал будет полный. Буду снимать вам все, что смогу. Это вестибюль нашего дворца. Так, вот наш зал отремонтированный, красивый стал. Кресло, правда, близко очень поставили, говорят. Как-то меньше места стало. Заполняется наш дворец. Красный день. Красный день. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 доказахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! И поработала, и отдохнула. Замечательный был концерт. Очень нам понравился. Обязательно сходите. Они, правда, сейчас сказали, что уезжают за границу на целый год коллектив. Поэтому, когда они уже появятся, у нас есть через год только. На этом заканчиваю. Всего доброго. Хорошей всем погоды. Хорошего настроения. Спасибо, что досмотрели это видео. Ставьте лайки, если хотите. Подписывайтесь на канал, если хотите. Всем удачи. Всего добра, любви, счастья, здоровья, самое главное. Пока.